Был вопрос по поводу того, что такое долг перед родом, где он берется и так дальше. Поскольку мы родились, соответственно, для нашего рождения что-то должно было быть. Мы не на ветке вылупились, не еще как-то так. Мы, соответственно, поколения наших предков воспроизводили тела для того, чтобы можно было воплощаться. И, соответственно, одно из таких тел досталось нам. И, соответственно, если мы получили тело, мы должны и воспроизвести тела для наших родочей и для других, кто должен воплотиться и дальше духовно развиваться. Веда говорится, что это такая самая простая часть долга перед родом. Второй уровень долга перед родом — это когда человек собирает богатство, собирает знания. То есть богатства могут быть как материальные, так и тонкоматериальные, так и духовные разного рода. И вот когда человек собирает богатство для своего рода, чтобы передать потомкам. И третий уровень — когда человек занимается обрядами, занимается духовной практикой для того, чтобы очистить карму своих предков, помочь им в духовном развитии и благословить своих потомков. Ведах описывается так, как три уровня долга перед родом. Священные знаки славян, священные символы. Как Вы думаете, для чего вообще нужны символы? Просто чтобы обвешаться и вместо якоря, чтобы если в море, зайти, чтобы туда не выйти? Для чего общий символ? Притягивать ту или иную силу. Правильно, притягивать ту или иную силу. В какой способ осуществляется притяжение? В Ведах объясняется, что есть два способа притяжения. Но это как два основных способа. В первую очередь, это когда знак сам работает и притягивает эту силу, которую он изображает, с которой он связан и которую он обозначает. Второй способ притяжения – это когда человек с помощью этого знака входит в общение с определенной силой или с определенным Богом. Когда человек медитирует на этот знак, постепенно своим сознанием направляется на того, кого этот знак обозначает или кому этот знак приводит, и так развивает свои отношения, то есть так осуществляется взаимосвязь. Это как две основные, два основных варианта притяжения, два основных варианта взаимодействия. Соответственно, вот все видели эту брошюру «Священные знаки славян». В качестве первого знака здесь описана рата. Вот она, сверху «Священные знаки славян». Периодически ее можно видеть на экране. Рата обозначает правь. Рата обозначает истину. Обозначает гармоничное взаимодействие прави, яви и нави во Вселенной. Обозначает круговорот времени с повторением необходимых аспектов для духовного развития. В ней есть знания и о четырех долях, четырех югах. В ней есть знания и о смене дня и ночи, о годовом кресте с тремя месяцами, в каждой из четырех его частей. В принципе, здесь очень много уровней. И как один из уровней, это уровень обозначения нашей прародины. Раттаи и гиперборей, которую ингринги называют «Дарию». Рата в древности означала правду, истину, справедливость, мировой порядок, законы Вселенной. Отсюда, в частности, происходят и законы Рита, и во многих других языках этот корень сохранился. То есть законы прави, законы истины. С другой стороны, Рата, как название нашей прародины, означало ту землю, ту местность, которая принадлежит Ра. Ра, та местность, принадлежит Рата. Также это местность, где утвердилась воля и сияние Ра. Ра – знак твердо и знак ас, что означает свет или ясность, в одном из значений. И, соответственно, здесь приводится несколько вариантов этого знака. Приводится как сварата, самодостаточная Рата. Ра – Может книги раздать по счету? Ра – Можно будет, в принципе. Ра – Приводится просто Рата. Ра – Приводится святой знак прави, то есть трехславная Рата, приводится промысловая Рата, некоторые другие разновидности. Недавно я получил такое письмо по скайпу. Человек написал, что он купил мою книгу, увидел, что на ней написаны священные знаки славян. Но когда он ее прочитал, он увидел, что в ней нет ни одного знака славян. Вначале он пишет, у меня кельтские кресты, потом у меня фашистские свастики, потом у меня герб инглингов и герб Куровских, а потом у меня герб бендеровцев. То есть это неправильное понимание. Это древний знак. Крест в круге, он присутствовал задолго до кельтов. Кельты просто очень активно использовали этот знак. Поэтому в Европе крест в круге и иногда связи внутри, также равноконечный крест в круге, связывался с кельтами или со скандинавами. Ну, понятно, что не с евреями, там и не с римлянами. Например. Соответственно, знак Аллатара или Аллатырь, он тоже не имеет отношения напрямую к Куровскому. Куровский его не изобретал, Куровский его просто использует. Гитлер свастику тоже не изобретал. Я думаю, что даже особо заострять на этом внимание не надо. Или надо. Вот даже когда в Москве я ходил в исторические музеи, то мы нашли там много изображений креста в круге. То есть древний не христианский крест, а наш крест в праве, в круге. То есть знак Раты, по сути дела. Есть фотографии, то есть в музеях всё это лежит. В музеях лежит посуда со свастиками, лежат разнообразные предметы со свастиками. То есть всё это есть. Трезубец, или что правильно называется, трысутся, то есть не от слова «шу трясти», а от слова «трисути». Суть, изначальное значение, или сущность. Трысутся означает «правь, явь и навьь». С таким же трысутсям изображается и Шива в индуйской традиции, это присутствовало и в египетской, и в месопотамской традиции. То есть это тоже не герб бендеровцев. В принципе, можно сделать наше сегодняшнее занятие таким путём, что я коротко буду пересказывать смысл того, что уже изложено в брошюре. А можно сделать так, что всё-таки, братья и сестры, вы как-то сгруппируете мысли, определите, что именно по данной теме вас интересует, спросите, и я это разъяснил. Так, я думаю, будет целесообразнее, потому что брошюру можно будет прочитать, в принципе, в любое время. На самом деле, если таким образом, то можно пойти, как обычно, от чего-то известного. То есть в большинстве случаев о славянских знаках или о знаках славян, о символах славян, известно следующее, что очень распространены у славян свастичные символы, и как подтверждение или как объяснение этому говорится о том, что славяне всегда знали, в какой галактике они находятся и видели форму этой галактики. Второе, это, ну, есть такой древний очень символ, который сейчас утащен, собственно говоря, иудеями. Это называется он «Древо рода». Зеленая елочка с семью веточками. Достаточно серьезный символ, тоже о нем очень много пишут. И дальше еще символистика такая, то есть есть символ круга, есть символ треугольника, ну, соответственно, по геметрическим фигурам, по количеству углов, то есть вот так вот рассматривается это все. Это первый подход. Второй подход – это связь славянских символов с тем, что сохранилось в Индии в виде яндр. Хорошо. Можно тогда эти два подхода так и разобрать. Например, то, что известно, как елочка, там, древо рода, так сказать, почему там семь лучей, как-то для меня это не является объектом нашей традиции. В нашей традиции такого знака не присутствует. То есть минорный иудейский. Может, на что-то и похож. Они много чего брали, то есть неудивительно. Тем не менее, круг, особенно круг с точкой в центре, а если вы внимательно присмотритесь к знаку рота, то там также присутствует круг внешний, а в центре точка. Видите? Круг с точкой в центре – это древний знак Солнца. Такой знак присутствует и на скандинавском полуострове, то есть на пещерных рисунках, на петрогрифах. Такой знак присутствует практически по всей Евразии, да и не только. В качестве герографического знака с таким же значением он присутствовал в славянской иерографической системе. С таким же значением он присутствовал в египетской иерографической системе, кроме египетской иерографической системы. То есть именно в таком же виде – круг, а в центре – точка. Он присутствовал в египетских иерографиях, которые сейчас всем изучаются. И в таком же виде практически он присутствовал в эллирогрифах Майя, то есть Америка, Центральная Америка. Поэтому это знак Всевышнего, просто как круг, может означать вечность, может означать славу Всевышнего, может означать землю, может означать женское начало, может означать последовательность, нерушимость, в зависимости от конкретного контекста, где он используется. Пирамида, ступенчатая пирамида, как правило, знак Духовного Восхождения, особенно пирамида с 18 ступенями. Особенно вот эта пирамида с 18 ступенями очень часто упоминается в Ведах, есть такие изображения, то есть тоже это присутствует. Просто пирамида, то есть равносторонняя, ровная пирамида, знак распространения Света Всевышнего. Если по физике изучали, то Свет распространяется из одной точки пирамидами. Согласны или нет? То есть, соответственно, пирамида — знак распространения Света. И с одной стороны это знак чего-то исходящего от Ра и расходящегося, с другой стороны это знак группирования человеческих усилий, стремлений и возвращения Хра. С третьей стороны это знак общества, где на нижних частях пирамиды относительно так кое-как стремятся вроде бы Кра, но и на самом деле и не совсем стремятся, то есть в материи находятся. Дальше уже, соответственно, меньше людей, но они больше направлены. И на вершине пирамиды один князь, который напрямую должен общаться со Всевышним. Соответственно, пирамида и как знак общества в каком-то смысле. Нечистая сила взяли пирамиду, переосмыслили, то есть придали ей свое значение. Сейчас присутствуют такие понятия, как финансовая пирамида, еще какая-то пирамида. Это уже искажение. Знак Ж в круге или в шестиугольнике в ветах связывается с перуном и означает защиту. Восьмиконечная звезда — это знак гармонии, знак порядка во Вселенной. Девятиконечная звезда — тоже знак гармонии и порядка, плюс с возможностью духовного развития. Ну, я не понимаю, еще раз, возможно. Что? Знак первого какой еще раз? Ну, надо представить просто буквицу Ж и поместить ее в круг или шестиугольник. По-моему. Соответственно, от чего это произошло? Ж — это знак живы. Круг или шестиугольник означает перуном как защитника жизни на нашей планете и как первого бога атмосферы. А как Вы думаете, где лучше всего носить священную силу? На себе. На груди и крови. На себе. Да, это правильно. На теле точно. На теле тоже правильно. Ну, относительно так. А точнее. А есть ли распределение на отношение знаков на теле? То есть, например, горло — это там рафи, грудь — это явь, то есть живот — это рафи. Соответственно, по знакам. Соответственно, животных знаков в ведах не описано. Ну, мы на рубашку уже вышивали, внизу за такой защищающую. На поясе. На поясе, да. То вышивка. Мы сейчас, давайте сначала разберем священные знаки, которые как обереги использовались. А потом уже перейдем к вышивке. Потому что это чуть-чуть разная тема. И на самом деле и пряжка у пояса была там тоже знак. Но это как-то чуть-чуть уже другого. Так вот, где лучше всего носить священные знаки? На всех чакрах, да. По знакам. И лучше, чтобы знак был потяжелее. Да, и один знак в мозг привязать. Нет, ну на самом деле. В ведах описывается, что лучше всего священный знак носить в районе Еремной Падины. В основании шеи есть такая штука. То есть почему? Потому что говорится, что это определенный канал, через который в наше тело проникает или божественная сила, или нечистая сила. Если знак есть, он любую силу преобразует в божественную, а нечистую силу просто не допускает. Если знака нет, то что лезет, то и залезет. Больше того, даже объясняется, что нечистой силе намного легче пролезть в человеческое тело через Еремную Падину, чем, например, через руку или ногу, потому что там есть соответствующие свои защиты. То есть защитное поле. А здесь прямой вход, заходи, кто хочет. Поэтому в ведахе предписано носить этот знак. Как правило, это знак Раты или знак, другой знак, связанный со Всевышним. напрямую. А тогда такой вопрос. Поскольку есть такой странный текст, Откровение Вилану Богослову, по крайней мере, там есть слова, будет печать им, начало их и на руку, ну, на правую руку, неважно. То есть, по сути, это и есть на энергетические центры. То есть, начало на запястье, там тоже есть чакры. Есть. Соответственно, одни это понимают так, другие это понимают, что штрих-код нарисуют на лбу и запястье, а некоторые сами уже себе штрих-коды рисуют. То есть, есть и такое. Но это Откровение кого? Иоанна Богослова. Да. И что? Это оно такое и есть, как было? Или как? То есть? Ну, вот это Откровение, это первоисточник? Нет, конечно. А кто читал полный текст Откровения? Никто не читал. Там 300 с лишним страниц. Это перевод с греческого. Мне попадалась самиздатовская версия этого текста. Там оно совершенно все по-другому написано. И там явно говорится, что зверь – это и есть иудейский Бог, так сказать, Бог, против которого Иисус и призывал евреев восстать. Там же же Иисуса обвинили, говорят, «Ты призываешь народ к восстанию». И сказали, что Он призывает народ к восстанию против Рима. Хотя Он призывал иудейский народ к восстанию против Его, а не против Рима. Ему тот Рим сто лет не нужен был. Он сказал, «Ну отдайте кесарю кесарево, а Богу Божьему». Только не в современном понимании, что кесарю брюхов спороть надо. То есть кесарева сделать. Просто отдайте ему то, что должны, а Всевышнему отдайте то, что Всевышнему должны. То есть кесарю подчинение, подати какие-то, а Всевышнему праведную жизнь в соответствии с Законом Вселенной, духовное направление и так дальше. Поэтому современной Библии я считаю, что вообще практически не стоит доверяться. Тора та же самая, она намного более развернута, чем Пятикнижья Моисея. Там все ясно написано, как Его призывает к уничтожению окружающих народов, призывает к уничтожению святилищ. То есть, если вот так подойти к Тории Библии, то это самые такие книги, которые призывают к межнациональной и межрелигиозной розни. Это книги, которые призывают к нацизму и практически к геноциду всех остальных народов. Иудеи провели геноцид народов Ханаана. Это началось уничтожение Ерихона, это началось вырезание мужского населения и надругательство над женщинами. То есть, происходило там это все. Это в Библии написано, в прямом тексте. Но как бы мы не совсем на эту тему сегодня вроде собрались, да? Или будем разбирать Библию? Нет. Как Авраам родилась Сака, а Его было Кушаром. Влияние символов на пространство. То есть, есть ли защитные символы колоссальное влияние. Колоссальное влияние. Сейчас уже учеными доказано и есть даже такие группы людей и отдельные люди, которые берут разные линии, разные цвета, разные значки, составляют, так сказать, какие-то мандалы, составляют какие-то свои комбинации этих цветов, продают за достаточно дорогие суммы эти предметы, которые они составляют и говорят, вот мы изобрели гармонизатор пространства. Но это все пока еще такое какое-то неряшливое и нескладное, в то время как у наших предков это все было и красивое, и хорошо сложенное, и действующее. потому что, например, человек, знающий эти законы, он может для себя подобрать такую комбинацию цветов, которая будет для него работать, но это не факт, что она будет работать для всех. В то же время ведические орнаменты рассчитаны так, что они приносят благоприятное воздействие практически всем людям, да и не только людям, то есть поэтому ведические орнаменты предписано использовать. Эстетические орнаменты это книги, да? Ну, только чуть-чуть приведено. Есть ли символы стихии? Какое имя? Бога, огонь, воздух, земля, вот так. Эфир. Материальные стихии уже. Естественно. Соответственно, если более глубинно разбирать. Четыре изначальных стихий этой вселенной. Это Правь, Мудрость, Явь и Навь. Правь соотносится с огнем. Соответственно, знак Прави вот. Явь соотносится с воздухом. Это руна Белобога. Навь соотносится с почвой. Это руна Чернобога. И Мудрость соотносится с водой. Это руна числобога. Творческое, практическое задание. Желающему глубинно познать веды, подойти к Господу. И соответственно, подпиши, как тебе будет удобно, к какому Богу ты относишь, какой верен? Тогда может пастихи закрощить? Нет. Да. Я их называл. Молодец подпиши. Да. А может нет? Я думаю, что очевидно. То есть очами видно. Это хорошо. Стою своему два. Я добыл. Не, 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 не подсказывайте. Хорошо. Человеку надо задействовать все извилины мозгов, чтобы память там встрепенулась, и чтобы удалось вспомниться. Потому что в Ведах объясняется так, и это уже доказано даже современными учёными, что всё, что мы когда-либо где-либо видим, оно откладывается у нас и записывается в нашем мозгу, и копия этого записывается в нашем сознании даже на тонких планах. То есть всё это есть, несколько резервных копий, просто надо это найти и использовать. Собственно. Собственно. Значит, ошибся, да? Да. Ты полностью вправо. Отлично. Прям совсем полно. Совсем. Но, правда, с последним, то есть с верхним вариантом не совсем полный вариант. То есть здесь точнее было бы написать не Ра, а Истан-Бога. Но, если разобраться, то это также знаки Ра. Так что ты не ошибся. Так что всё хорошо? Я рад. Я рад. Я рад. Ну да. Не смей задерживать. То есть вот, если хорошо мозги задействовать, то всё можно найти, всё можно вспомнить. Просто надо эти мозги почаще задействовать, чтобы они не атрофировались. Потому что современная даже письменность, где только 33 буквицы, не хватает. Мозги часть мозгов просто атрофируется, потому что она не задействована. В то же время, если использовать какую-то письменность, где будет тысячу миллион двести буквиц, для мозгов будет слишком много. И идеальный вариант в Ведах – это предписано Аум-Ар-Асия, где 64 буквица. Что ещё интересует по священным знакам? Ратра – это как универсальный, по сути, получается, правильно? Ратра. Ратра – это рахманская традиция. Он универсальный, да, так получается. В принципе, универсальный. То есть он идёт… Он может осветить любой предмет. Коль была упомянута оратара, то вот и она. Руна – рахманская традиция. Да, есть очень много славянских рунических систем письма. Самое сейчас известное – это Вересовица. Сейчас самое известное – Вересовица, потому что было найдено Вересова книга. Но это условно, это письмо, названное Вересовицей. Да и книга сама условно названа Вересовой книгой. Почему? Ну как? Потому что это не Вересова книга. Это книга древних событий. То есть, если взять её по аналогам, то существуют её аналоги, которые называются книгами древних событий. Плюс там ещё наставление, ну, это не книга Вереса. Что, эту книгу писал Верес или это книга о Вересе? Почему она книга Вереса? Ну, условное название. С наставлений Вереса. С каких наставлений Вереса? Где там Верес наставления дает? Вересовой книге. Нету там его наставлений. Там он упомянут несколько раз. Для сравнения, другие боги там упоминаются намного чаще. Всевышний там в десяток раз чаще упоминается, чем Верес. Почему же Вересова книга? Просто исследователь увидел, о, Верес, почухал голову, о, бог такой был у славян. Ещё мне нравится вот это выражение современных учёных. Бог такой был у славян. Это что значит, что он у славян где-то там в Богребе был, что ли? А теперь нет. А теперь нет. Как это так? Что часть природы отмерла? Просто люди его забыли. Мы можем вот сидеть в помещении и не видеть Солнца. И если долго сидеть, и если, например, из поколения в поколение какие-то существа живут в подземных каких-то городах, ещё где-то, они не видят Солнца. Но это не значит, что Солнца нет. А я скажу, что Солнца нет. Практически так. У каждого уважающего себя бога были свои руны, и он давал эти руны своему культу. Да, то есть вот так он взял. Но самые распространённые сейчас также являются так называемые венецкие руны, или руны храма Ретры. Слышали про такое? То есть Андреас Готлиб Манш нашёл статуэтки определённые. Эти статуэтки изображали Всевышнего и некоторых богов. Они были оплавленными. И на них были особые руны. Потом в той же местности, в районе села Прильвица, было найдено ещё несколько рунических камней. Потом был ещё найден ряд предметов, на которых были такие же руны. Исследователи назвали их общим названием и обозначили как венецкие или западнославянские руны. Некоторые пытаются их вообще обобщить и сказать, что это все общие руны славян. Это руны Радагаста. Можно увидеть на любой статуэтке из города храма Ретры. В интернете прямо ввести это всё. Фотографии по луну. А территориально это белый набор? Территория нынешней Германии. Также там области Западной Польши принадлежали Лютичим. Вот та местность. А сам неприятный, то есть скандинавские руны, это ничьи? Если каждая руна... Скандинавские руны, ну это руны Одина. Ну одна из рунических систем. К тому же они уже изменённые тоже. Это уже не изначальные руны, что Один давал. Есть датские руны, есть норвежские руны, есть шведские руны. Это что, Один в каждую из этих стран свои руны, что ли, носил? Это как у христиан казанские и другие богородицы водятся, так и у скандинавов датские и норвежские руны. Ну это производные, да? Да. Понятно, что вы носите. То есть, а славянские руны ещё у инглинга вроде бы какая-то там коруна есть. То есть, есть много разновидностей рун. Вот, я изучал правый ведрумницу, изучал руны Саагаста, руны Радагаста. То есть, есть разные варианты рун. К тому же, кроме рун, есть и другие системы письма, такие как Летится, это астрологическое письмо. Та же самая Аум Арасия, 64 буквица. Арпы Кома, то есть, славянское письмо коротких рисунков, иероглифов. Трояница, Харьяница, Рагая Вишана и другие разновидности письма. Всё это есть. То есть, получается, как мы прежде уладели, скажем так, не одной системой, да? А сразу несколько? Да, во-первых, эти системы разделялись по времени происхождения, во-вторых, по Богу-дателю, в-третьих, по культовой и племенной принадлежности. А также по сфере употребления. То есть, если Летится от слова Лета, то есть Лето, он до сих пор говорит, сколько лет. То есть Лето — это то, что сейчас Год говорится. Это астрологическое письмо. Руны, они же ровные, ровные. Это знаки, которые удобно вырезать на камнях, знаки, которые удобно вырезать на дереве. Аум-ар-асе — это знаки, которые удобно писать кисточкой. Тоже их можно вырезать. То есть, вот так вот. Разное. И применение, и использование, и значение. Например, о Летится можно судить по виду глаголицы. Глаголица — это позднее христианское письмо, как и кириллица. Но кириллица основана на Аум-ар-асе, а глаголица — на Летится. Ее до XX века практически использовали хорваты. Глаголицы. Глаголицы. Летится никто бы не дал использоваться. Что значит «не дал» никто использоваться? Ну как, хорваты. Там недалеко Ватикан находится. Католическая власть. То есть, и тут они писали бы древнеславянским письмом, где постоянно упоминается Ра, упоминаются все наши боги. Да там Папа Римский последние волосины бы с головой вырвал, и крестовый поход организовал бы. Со злости. И ну а как? На Катару с альбигойцами. Они же ходили несколько раз. И в замке Манси-юры, и там до последнего уничтожали. Даже замок сам уничтожили, чтобы от Катары памяти не осталось. И это Катары только тайную книгу Иоанна хранили. А в Летиссе все славянские знания о астрологии заключены. Если в Аум-Ар-Асии это общие мировоззренческие знания славян, то в Летиссе конкретные знания о астрологии. И как такое христианская власть потерпела бы? Ну, читать Летису могу отчасти. Когда идет лигатурная Летисса или лигатурная глаголица, вот это страшно. А нормальную Летису читать можно. Достаточно легко. Они написывают именно астрологические. Тексты, связанные с астрологией, тексты, связанные с летоисчислением. А также с некоторыми другими науками. Науками именно природного характера. Саагаст воплощался 7 тысяч лет назад. Радагаст воплощался 16 тысяч лет назад. То есть, соответственно, даже разное время. Есть вопросы, но вопросы не в эту тему. Давай, все, что есть. Значит, что за Манкарая, Рауна, Ксень? Манкарая, Рауна, Ксень? Или это не Манкарая вообще? Интересная Манкарая, но я такой не знаю. Понятно. Рауна, Ксень, существует. Рауна или буквица Ксень означает Дух. В Асии тоже присутствует. А Манкарая такая, Ксень, ну, может и есть какая-то, не знаю. Я знаю. Я не встречал пока. Значит, следующий вопрос. За что отвечает Крышин? Крышин? Ну, это он же самый Стребог. Сейчас он Бог ветра. Также он тот, кто первый умер в четвертую долю калиюгу. И пройдя посмертный путь, он стал, как своего рода, судьей на переходе. Понятно. Так, следующая. Значит, Лели, Крышни — это разные. Конечно, разные. Леля. Леля. Нет, Лель. Лель — одно из имен Всевышнего. А Леля — одно из имен Рады. Иногда ее называли Па-Леля, Великая Леля. Так же само, как Ладу, иногда называли Па-Лада, Великая Лада. Отсюда вы и греки это взяли. Отхина Па-Лада. То есть богиня тайны, Великая Лада. Ну, все нормально в кинцах. За что отвечает бог Хорс? Хорс, он же Белбог. Это просто его позднее воплощение. Бог времени, бог добра. Он же известный, как князь Хариб, Каищаки Хариб. Ну, три брата. Слышал про них? Нет. Слава Богу, что Господь заслышал. Дальше. Значит, есть изображение Бога правия. Да. Правий — это одно из четырех основных проявлений Всевышнего Рада. То есть правий, как создатель и поддержатель стихии правий. Отец Истанбух. Так, значит, еще интересует, значит, манкараи по стихиям, так же, как вот символы, если можно их написать так. Если говорить, я так понимаю, надо их петь. Ну, желательно, да. Вот. Желательно это перенести в воскресенье. В воскресенье. Восславление. Все, хорошо. Тогда в воскресенье. И вчера мы перенесли, так понимаете, сегодня, значит, разобрать богов. Не разобрать богов, а... Что ты такое говоришь? Значит, кто за что отвечает. Это боги, там, круга лета, купалок, леда. Правильно. На самом деле, здесь не столько богов разбирать, но вообще богов разбирать не надо. Они и живые, и хорошие. Согласен. Надо просто разобрать знания об этом всем. В ведах описывается, что осенью, на то, что сейчас известно, как осеннее равноденствие, начинается Новый год. Его начинает Радакош и Макош. Рождается он на Каляду. То, что сейчас известно, как Каляда. То есть рождается он на зимнее солнцестояние. Также в этот день рождался Каляда, рождался, иногда даже Верес рождался, Иисус родился, много кто рождался. Ну и что? Просто поскольку почитали еще Бога Каляду, и Каляду взяли сюда, добавили. Следующее важное празднество. Это празднество воцарения. Оно преподает на весеннее равноденствие. И, соответственно, празднество Купала. Празднество Купала и пика солнечной силы, солнечной славы, летнее солнцестояние. Эти четыре точки, если соединить линиями, при соединении этих четырех точек линиями, они делят годовой круг крестом, и получается годовой крест. Или получается крест в круге. Одно из значений этого знака. Так, и единственный вопрос. Сразу же, чтобы не подводиться. А почему они на осенье, начиная год или это новое? Ведь, по сути, как бы падает солнышко. Правильно. Старый Бог природы готовится к смерти. И за семь дней до зимнего солнцестояния Старый Год умирает. Наступают темные навьи дни. После чего рождается Новый Год. Там по мистериям еще демоны пытаются этому всему помешать. И так дальше. То есть, то, что христиане переложили на свой мотив, как у них там Ирод за Иисусом гонялся. И так дальше. Дальше, братцы и сестры слави. Вопрос последний у меня, наверное, в списке из моего. Чего же так было? Ну, сгенерирую еще обязательно. Да и генерирую как-то получше, побольше. Вот значит, если в Махаманте, Махамантре, Кришну, Вишну заменили на Кришну. Вишну заменили на Кришну. Кришна, понятно, да? Первый Бог, который ушел. То есть, значение понятно. Алексей Вальстили, четыре хлеба, там разбирает, да? Значит, если звучит Хари Вишна, Хари Вишна, то есть, если обратно поменяем на Вишну, то какое значение будет? Вишну, Его Божественная Сила. Хари, как Его Божественная Сила. Хари Вишну. Божественная Сила Вишну, Божественная Сила Вишну, Всевышнего Божественная Сила, Божественная Сила Могучего Ра, Божественная Сила Могучего Ра, Могучего Всемогущего Ра, Божественная Сила, Божественная Сила. Но зачем нам так говорить, когда нам можно по-славянски это все сказать и не просто какая-то божественная сила одновременная сила и слава и свет и могущество и огненная творческая сила которую сотворил вселенную саура саура ра-ра-ра сау-сау сау вышний сау вышний вышний завышний сау-сау приводится что мантра упорядочивает левую и правую половинку ну да упорядочивает в сенат манкурая она упорядочивает все и конечно же поскольку она гармонична то она упорядочивает и соотношение левого и правого полушария ясно минута молчания просто к теме можно вернуться даже нужно священные знаки славян помимо тех знаков которые в твоей брошюрке присутствуют какие еще знаки считаются священными огромное количество просто здесь приведены основные это все равно сказать как а вот здесь в комнате присутствуют люди а какие еще люди существуют кроме этих ну просто когда я задавал вопрос мы с тобой там выяснили что есть два направления да и мы первые забросили не довели до конца а второй даже не разобрали поэтому постановить то есть сварки. Иногда он изображается с четырьмя точками, иногда без. Также в позднее время это как знак засеянного поля и соответственно как знак плодородия. Или девственницы иногда изображали его без точек как знак еще не засеянного поля, то есть что они готовы уже к посеву. Но изначально это знак сварки, то есть изначально так понимаешь, что любой славянский знак, древний знак, он имеет отношение не к материальному миру и не к земле, а как бы к каким-то космическим космическим. Ну конечно, изначально именно так, но потом это также накладывалось на какой-то из объектов, который реально присутствует на определенном из этапов жизни славян. Так же как это, это и знак вселенской истины и в то же время знак северного континента. А здесь это еще как солнечный годовой крест. Звезда пятиконечная, одни ее боятся, говорят, ой, там сатана с нее выпрыгивает. Другие наоборот рисуют. Если разобраться, это знак Велеса. Не такой уж и хороший, не такой уж и плохой, просто объективно существующий, независимо от наших субъективных окрасок этой темы. Что это? Галочка. Еще вариант. Вообще это движение, либо движение вниз, либо движение вверх. Я очень прошу, не надо сейчас глубинное, хотя бы просто поверхностное значение. Что это? Это треугольное. Это буквовое. Верес. А вот это уже рума Вереса. И в других вариантах она еще выглядит так. Приходится рогами. То есть голова быка, его рога и уши. Если мы этот знак сейчас нарисуем. Получается, Петрограмм. А поскольку Верес, он же Сет в египетских писаниях, но иудеи жили не в Египте. Они жили между Египтом и Месопотамией. Да, одно время они в Египте жили, но, как правило, они жили… Иудея, Израиль находился между Египтом и Месопотамией. Месопотамией – это Шумеракат или позднее Осирия – Вавилон. Соответственно, кто скажет, как по-шумерски будет небо? Братия, сестры, славяне. Кто шумерский знает? Ладно, ладно, хоть и сирийский. Русский так славян, ты говоришь, а шумерский. Ну, Вавилонский уже, на худой конец так сказать. Даже на сирийском. Бог Небес по-шумерски именуется Ам, как и по-видически. Сет стал Богом атмосферы, поэтому его называли Сет-Ам. Ил или Ил – по-семитски Бог. Сет-Анаил – Сет небесный Бог. Но они потом это имя присобачивали к Егове. И, в частности, в некоторых списках тайной книги Иоанна под именем Сет-Анаил имеется в виду как раз Егова. Сет-Анаил, то есть Сет-Ана потом получает, да? Да. Производное. И поэтому, по-другому еще Велеса Семит называли Баал, Баал-Зебул или потом Вель-Зебул. То есть они Велеса вот так вот воспринимали и, соответственно, его звезду тоже. Есть и другое значение, которое они потом вложили в эти знаки. Их разум, их энергия, их возможности. То есть наша энергия, наши возможности – наш разум. Это их план – самим править миром, используя нашу энергию и наши возможности. У них энергии и возможностей мало. И для этого, чтобы это использовать, надо наш разум опустить. Опускается он как алкоголь, сигареты, мясо и так дальше. А лучше, чтобы его вообще не было. И тогда уже получается не шестиконечное, а получается опять пятиконечное. То есть с одной стороны пятиконечная звезда – это знак Велеса. С другой стороны пятиконечная звезда – это даже как просто знак стоящего человека с расставленными ногами и распростертыми в обе стороны руками. А с третьей стороны пятиконечная звезда – это как знак их плана, руководства на нашей планете, используя нас в качестве практически подневольных рабов каких-то. пятиконечная звезда. Ну и так дальше. В восточке и в середине получается символ природы. Это опять же, это разные уровни. Например, та же пятиконечная звезда была гербом князя тьмы еще задолго до иголки. Что, никогда не слышала про иголку? Ну демон такой водится в природе. Есть свидетели, которые там на него чуть ли не молятся. Ну а я говорю, что демон и есть демон, в принципе. Соответственно, в Ведах говорится, что имена демонов следует писать с маленькой буквы. Имена богов следует писать большими красивыми буквами, часто выделенным шрифтом, выделенным цветом. А имена демонов, чем хуже писать, тем лучше. Почему? Ну, чтобы было понятно. Чтобы даже если взять клочок текста, было понятно, что это вот так небрежно написано, значит, о какой-то нечисти имеется эта речь. Иногда еще их на имена писали перевернутыми буквами. Ну, чтобы тоже было понятно, какие это хорошие личности. А хорошие, когда спят, и желательно вечным сном, потому что иначе демоны вредят людям, которые хотят духовно развиваться. Ну, в принципе, чем сильнее нам демоны вредят, если мы это все правильно осознаем, тем больше мы можем сделать для себя каких-то выводов, тем больше у нас может быть опыта. И, в принципе, хоть демоны думают о том, как нам навредить, а ихный вред обращается нашим более глубинным осознанием Всевышнего. Вот они думают, все, сейчас вот такую вот уже гадость точно качественную придумали, навредим. А если человек имеет правильное понимание, он выйдет из этой ситуации. Но зато скажут, о, благодарю, что демоны, так сказать, помогли духовно развиваться. Ведь к тому же Серафиму Саровскому, когда черти копытами по ребрам бить приходили, он мог бы сделать вывод, о, меня черти копытами по ребрам бьют, значит, я неправильным путем иду, значит, чего-то не надо мне там. Ну, как сейчас некоторые говорят, о, там проблемы начались, когда веды начал изучать. Все, значит, веды не надо изучать. Также он мог бы сделать вывод, о, неправильным путем иду. Он другой вывод сделал, он начал читать молитвы настолько качественно, что они уже не могли приходить и бить его по ребрам. Поэтому он так и говорил ученикам, что его научили молиться черти. Вот это пример, как человек воспринимает демонов, то есть духовно развитый человек. В то же время, не имеющий осознание человек, он скажет, все, меня демоны достали со всех сторон, только они убивают, заедают. Все. В духовном мире. То есть они думают, что люди, грубо говоря, не расслаблялись просто, да? Практически. За это учителя, по сути, у нашего. То есть чем сильнее личность, тем больше демонов ее атакуют. То есть чем личность слабее, тем меньше демонов, но тем тем меньше у нее защиты. То есть у сильного существа больше демонов, но больше защиты, как бы, да? У слабых существ, у демонов практически их не атакуют, потому что они… Но все равно мне иногда кажется, что мне слишком уже много демонов. демонов. Ну, они отслеживают духовное развитие людей, как человек, демонов, и поэтому начинают интересоваться теми личностями, которые встают на путь истины и на путь духовного развития. Да, именно так. Так в Ведах и говорится. Ну, это как испытание. Вот насколько человек качественно познал Веды. Есть еще такой момент. Если тебе внутри нет черной вилки, то у тебя невозможно зацепить. То есть что во мне, то и внутри, что внутри, то и во мне. Князь Прохлад был абсолютно свят. В нем ничего не было. Нечистого, ничего не было грешного. Его пытался убить Божий Отец. Его пытались убить с помощью слонов, тигров, медведей, кабанов и так дальше. Ну и, конечно, демонов, яда, орудий. Ну, это там целый список можно писать. Поэтому, да, очевидно, до какой-то степени это так и есть. С другой стороны, иногда они просто нам даются в качестве тех же испытаний. Хотя вот тот же Прохлад, несмотря на то, что демоны его доставали, достать они его все-таки не могли. Потому что в нем внутри не было никакой нечистоты. Им не было за что зацепиться. Они не могли причинить ему вред. Они вокруг него бегали, думали, ну вот сейчас так ему сделаем. Ну вот сейчас отравим. Ну вот сейчас там затопчем. Сейчас там в огонь его занесем. Демоница его в огонь занесла и сама сгорела. Двоюродная сестра Геракелыша, княгиня Синдика, взяла Прохлада и зашла с ним в огонь. А у нее было благословение, что она может заходить в огонь и ей ничего не будет. Обманули? Да нет, ее никто не обманул. Просто огонь молитвы Прохлада был сильнее, чем огонь того костра. И она от этого сгорела, а ему ничего. Брат ее потом в честь нее и памятник поставил, и город построил. И даже известно, что возле Босфорского царства было такое царство, как Синдика. Монеты даже существовали. Потом ее также назвали Холика, то есть святая. В ее княжестве ее считали великомученицей, что вот так она с Прохладом боролась и так и не поборолась. Тоже пример, для них она является демоницей, которая нашего святого пыталась зажариться. А для других она является великомученицей. В честь нее город, в честь нее столицу, в честь нее страну целую назвали. Но не большую страну. Это на Кубани, возле Босфорского царства было. Янтра еще не назвали, да? Янтра Магдала, да. А, ну да, есть такое. Это тоже по ведическим канонам подобранные комбинации знаков и цветов соответствующие, которые благоприятно влияют на человеческое сознание. Также Янтра происходит от Янтрая. Янтрая – освобождение Ян сознания. Янтрая – освобождение своего сознания. Или, если взять славянский вариант, то будет Янкра, то есть сознание Крама. – Объясни, пожалуйста, такой момент. То есть, каждый род, да, он имеет, скажем так, свой съемок, да, защитное определенное? – Как правило, да. – То есть, а вот это все, выясните, момент? – Да никак уже, очевидно. Или в медитации, или никак. Или самому из священных знаков выбрать тот знак, который ты считаешь наиболее благоприятным для тебя и твоих потомков, и дальше его передавать. Потому что так это в древности и делалось, в принципе. Брался один из знаков, и он становился родовым знаком. Тот же трезубец – это не то, что там Рюриковичи его изобрели. Это древний знак трехсоставности, трехсущности Вселенной – трысунца. Также это знак нисходящего вора в виде сокола. Его взяли, его использовали. Но это не изобретение Рюрика там, или Олега, или тем более Владимира, как сейчас некоторые пытаются сказать. – То есть, по сути, Грегор рода настраивается на определенный знак, и потом знак уже начинает генерировать энергию и направлять ее обратно по законам взаимодействия энергии в роду обратно. – Да, и кроме того окрашивает род своими качествами, своими свойствами и так дальше. Дает определенный спектр силы Всевышнего, или силы какого-то Бога, которого он обозначает. То есть, в Ведах это все описано. Так же само, как имя родовое, которое сейчас заменили на фамилию. Ну, family – это английская семья. А имя родовое – это имя рода. То, что было у наших предков. Слава Богу, что у меня то, что сейчас известно как family, одновременно является имя родовое. То есть, хотя во время революции один мягкий знак из моего имени родового выбросили. То есть, ну, у моих предков еще это сделали. Когда их записывали, то во время революции выбросили. Сказали – слишком много мягких знаков. И буквы еще выбросили. Тотем – это знак, обозначающий животное, или соответствующее животное, которое тоже связано с родом. Соответственно, если имя рода, ну, например, возьмем Медведевы, то кто там? Медведь, соответственно. Ну, да. То есть, ну, он также, скажем так… Это знак, который показывает качество рода. Который показывает возможности рода, предназначение рода. То есть, по свойствам этого животного. Это и в Геральдику перешло. То, что в средневековье изображали. Кто-то изображал медведей, кто-то изображал львов, кто-то изображал соколов, кто-то изображал еще кого-то, кто с ним связан. Кто-то волка изображал. В знак верности, чистоты, преданности. Коль скоро речь от Геральдики чуть-чуть зашла. А сейчас очень много нападок на Геральдические знаки. Нападки такие, что львы – это плохие животные, потому что их масоны первыми стали применять. То есть, что львов вывели масоны? Нет, просто… Сколько на Земле существуют львы, а сколько масоны? Давайте разберем. Нет, вопрос-то в том, есть ли вообще какие-то знаки, которые масоны-то придумали, или они просто как бы копилируют все из того, что было… Циркуль. Ну, циркуль, понятно, да. Хотя циркуль – это тоже не масоны придумали. На шумерских плитах изображаются боги, держащие линию и круг в руках. Линия означает человеческое начало, плоскостное, которое имеет начало и конец. Круг означает божественную многогранность. Боги, как те, кто имеют и то, и другое, те, кто руководят и тем, и другим, они изображали, что они в руке держат круг и линию. Циркуль – это, соответственно, тот предмет, которым можно провести и линию, и круг. То есть масоны себе обозначили, что вот они там имеют и божественное, и человеческое познание. Хотя это тоже далеко не ими придумано. А вот есть такая информация, что масоны, когда общаются со своим высшим началом, они слово «бог» вообще не произносят. и поэтому… То есть вообще ни бог, ни божество, они вот общаются с ним как-то по-другому. То есть не называть его ни имени, ни титулового значения. Ну у них же кто – бог? Как его зовут? Масоны? Да. Такой интересный вопрос. Ну да, интересный. Ну, коль меня уже тут позвали, чтобы я про веды рассказывал, то я как бы интересные ответы даю, а иногда я интересные вопросы задаю. Ну, по сути, есть вероятность того, что у них бог-то сатана, даже не дьявол, но сатана, поскольку дьявол – это не есть абсолютный зло. То есть это есть материя, да, бог – это дух, дьявол – это материя. Ну, это какие есть? Это где такое выкопано? В различных источниках, ну, по-моему, данные вот именно предположения в проверках. Господи помилуй. Любой источник он должен быть проанализирован. То есть, конечно, нет такого, что это сто процентная истина. Это как одно из предположений. Точно. А бог масонов, да, вот бог в кавычках назовем, то есть это как бы сатана, наверное, все-таки? То есть есть… Ладно. Если взять Веды и разобраться, то это тот же самый Еговка, который в Ведах называется демоном Крыгды. Ну, что тут смешного? Ну, Еговка – это демон Крыгды. Это тот, который постоянно нашим предкам гадости делал. Он попытался воплотиться среди славян и воплотился в виде чудища короткого роста. Одна нога соответствовала его росту, другая нормальному человеческому. И он ходил на стопе одной ноги и колени другой ноги. У него там было три горба, раздвоенный язык, искрыбленный нос, плешивая лысая голова с бородавками, с трупами и еще прочей гадостью. Ну, интересное такое. Красное, а если просто… Да. Когда он пришел на встречу княжечек, княжечки сказали, о, ну, Еговка вообще такой хороший, наверное, князь. Он хоть опаздывает, но он прислал нам шута такого, чтобы нас развеселить. Где он такую творынку вообще нашел – непонятно. И только когда пришел князь Рувс, все они поверили, что это их родственник, а не творынка какая-то заморская. Ну, вот такое вот страшилище. А Еговка на них обиделся, говорит, вот так меня из-за внешнего вида там не приняли, типа. А потом вернулся в свое сирение и сказал Кривычем, «Все, я ваш Бог, и других богов нету». Поэтому пришлось часть Кривыча выгонять в Египет. А в Египет перед этим выгнали сланки товарищей. Старики пострелы во всем. Да. Ну, это ж пограничная территория между славянами и черными. А на границу, соответственно, самых таких интересных личностей выгоняли, чтобы они или защитили границу и искупили свою вину, ну, или чтобы там уже померли и не вредили в чистых местностях. Чтоб карму свою отрабатывали, да, на границах. А Моисей повел их в Синайский турпоход там на сорок лет. Ну, Синай – это вообще малюсенькая территория. Ее там за неделю пройти можно. Как они машину там изумели? Манну-то делать. Ну, это Еговка им принес эту машину. То есть, Эрик Ван Деникин чертежи сделал этой машины. Там у него ученый. Есть еще из НАСА один знакомый. Там он с другими учеными общается. И вот чертежи есть. Здесь изображена машина манной. То есть, там бактерии особые были. Эти бактерии перерабатывались. Они обогащались определенного рода минералами. То есть, это изготавливалась мутагенная пища. Для того, чтобы было удобно смешивать выведенных крывочей и выведенных товарищей исламки. И выводить нужную ему породу. Руководили этим левиты, которые имели относительно чистое славянское происхождение, но предали ведическую культуру и перешли под Яговкину юрисдикцию. Ну, славянки там делают? Ну, славянки – это первые гибриды. То есть, гибридизация изначальных серых с местными индийскими смесями, с желтыми и с негроидами. О происхождении левитов можно, соответственно, в романе не узнать. Да? Можно. Вопрос такой. Да. Прикладное применение славянских символов. То есть, не в смысле того, так сказать, там, какой дверью повесить – не об этом речь. А в каких именно отраслях можно их применять? В чистом виде бережества вообще, где они работают, как их? Что с ними делать? Вот везде, где они применяются, там и они работают. То есть, они использовались на оружии, они использовались на бытовых предметах, они использовались на одежде, они использовались на каких-то описаниях, они использовались, ну, практически на всех тех предметах, которые были с нашими предками. Для того, чтобы на них можно было как можно чаще смотреть, для того, чтобы на них концентрироваться и с помощью их направляться ко Всевышнему или одному из богов. Есть такое мнение, что, ну, что касается, например, рунической магии, это каждый знак, каждая руна, ее человеку нужно изготовить самому, и только тогда она будет работать. В данном случае, например, там, оффсетным способом напечатанный знак Раты, да, то есть, по мне, наверное, что-то здесь не очень правильно, то есть, это же, ну, силы его гораздо меньше. Да. То есть, все равно человеку нужно стремиться к тому, чтобы самому его и постичь, и самому его изготовить, и самому его применить. Да. Но есть и другая часть. Например, свет какой-то свечи, чтобы увидеть, что она светит в Париже или Вашингтоне или еще где-то, то надо телемост с тем городом делать. А свет Солнца можно видеть с намного более дальнего расстояния, потому что Солнце светит намного сильнее, чем свеча. Также и знак Раты он сильнее намного больше, чем все германо-скандинавские руны. И несмотря на то, что он напечатанный, он сильнее тех рун скандинавских, которые вырезаны. Просто если он еще будет вырезанный, если во время его вырезания будут совершаться молитвы, если человек будет в правильном умонастроении, если человек будет с правильным направлением краб, то он будет намного-намного сильнее. Если речь идет о серебряных символах, о бронзовых и других, то они отливаются, конечно же. Если речь идет о вырезанных на дереве, то канон предписывает вырезать образы богов или священные символы, священные знаки только одним предметом. В других вариантах славянской традиции допускается использование нескольких предметов, но идет ограничение по разам, например, или 64, или 72 раза всего лишь можно этим инструментом воздействовать на предмет при придании ему соответствующей формы. Поэтому вследствие или количественной, или инструментальной ограниченности, образы ведические, славянские, как правило, и являются намного более символичными и намного менее антропоморфными, чем образы, которые изготавливали другие народы. Тогда, если можно, по материалу изготовления, как его выбирать, на что это влияет. Ну, то есть, можно, конечно, дойти до уровня, там, по породам дерева даже, обсудить. Можно. Но у нас образотворчество вроде не сегодня. Завтра будет эта тема освещаться. Ну, хорошо, если образ творчества не сегодня, то тогда хотя бы разница между образом, вырезанным на металле, как ты говоришь, отлитым на металле, вырезанным на дереве, выбитым на камне, напечатанным на бумаге. То есть, вот здесь еще надо разобраться образом кого и каким образом. Давай говорить о рата. То есть, вот, предположим, мы говорим о самом высшем символе. Рата, да. Да, о рата, извини. То есть, вот, можем его просто рисовать на бумаге. Мы можем, да, можем его вырезать на дереве, можем отливать его, пытаться там, из металла, можем выбивать его на камне. То есть, это каким-то образом влияет на его силу, сам материал. Это придает этой силе определенную окраску. Изготовление его из дерева дает соответствующую окраску сил того дерева, из которых это изготавливается. Металл тоже свою окраску дает. То есть, немножко меняет спектр его воздействия. А если я его просто рисую, условно говоря, в воздухе над водой, его силы будет передаваться? Конечно. Даже мысленно можно его держать в сознании. И не надо ни на дереве, ни на чем. Даже лучше. Если уже, то есть, все вот эти вот изображения на дереве, на металле, это все только для того, чтобы он у нас появился в сознании. И если нам это уже ничего не надо, мы его уже можем держать в сознании, то, значит, мы уже достигли этой цели, и никакие внешние эти атрибуты уже просто не нужны. Означает ли это, что если мы какой-то знак, соответствующий, ну, давай так, грубо скажем, связи с каким-то Богом, да? Если мы его приняли внутри и уже держим, то мы фактически приняли силу этого Бога, мы с ним общаемся. Да, да. Так в видахе говорится. А есть такое, ну, в принципе, еще насилие на себе, ну, только забавно, какие-то твои образаи, там, кормить, ну, вас верится? Ну, в принципе, можно, но лучше не надо. Почему? Во-первых, это определенное неуважение образу получается, потому что тело потеет, то есть идет, образ пачкается от этого. Лучше не надо. Лучший знак. Ну, образ Бога, это как бы принятие, не просьба, а принятие силы и знаний Бога, то есть… Не только принятие Его силы, но и посвящение Себя Ему. Естественно, конечно. То есть взаимообмен. Да. Вот. Вообще, еще такой вопрос, связанный с эластичными символами. То есть не интересует, конечно, стандартное описание того, что есть свастика. Больше интересует понимание того, как… Ну, с какими конкретно частями разданий связаны с эластичными символами? Свастичные символы бывают разные. То есть только я видел больше тысячи видов свастичных символов, описанных в Ведах. Там часть из них описана даже у Хиневича. У Хиневича чуть-чуть другие варианты описаны. Много этих знаков, много разновидностей. И каждый что-то означает свое. Как правило, говорится, что свастика по часовой стрелке означает «нам есть сила», свастика против «я есть сила». Потому что здесь включается закон огненного креста, когда от степени вращения идет в противоположную сторону направленность силы. В каких ведах можно найти сила и сила в непосредственность? Где можно почитать? Ну, пока нигде. Это можно почитать отчасти у Хиневича, отчасти. Это можно почитать просто в энциклопедиях по народознанию, там, где приведены древние разновидности орнаментов, в археологических каталогах, где приведены изображения посуды наших предков. Ну, а вот когда будут переводы, тогда уже и можно вводить. В каком языке написано? Все древнеславянские писания написаны на древнеславянском языке, но разными видами письма, в зависимости от племенной, культовой или другой принадлежности тех, кто их писали. Да. И для начала хотя бы изучить один из параллельных славянских языков, или хотя бы изучить церковнославянский язык, старославянский, который сейчас преподносится, изучить древние варианты своего диалекта. Что значит параллельный язык? Соответственно, да. Для русских – украинский, белорусский. Для украинцев – русский. Для белорусов – или украинский, или русский. Польский язык считается параллельный язык? Конечно. Но он искажен из-за латинизации. И он искажен из-за того явления, что кроме того, что у них письменность подменили на латиницу, у них католики долгое время пытались запретить во всех хороших словах, то есть во всех словах, имеющих духовную благостную основу, использовать имя Ра. Они пытались оставить только негативные слова с именем Ра. Поэтому у них часто Ра заменено на Ж или что-то другое. Или Ш иногда. Например, если по-нашему пришла или пришел, по-ихнему Пш шла и так дальше. Р часто заменяется на Ш, на Ж или на другой похожий звук. Например, Катерина, по-ихнему Катежина. Потому что их язык исказили. Исказили целенаправленно. В определенных тех направлениях, в которых это было выгодно католическим властям. Болгарский достаточно близкий, но он тоже искажен. Болгары были ближе всего к Византии и греки искажали болгарский язык, то есть начиная с Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий сначала поехали в Хазарию. Создали свой вариант буквицы для хазарских славян. То есть для тех славян, которые были подчинены Хазарии. И это как раз та буквица, которую Александр Юрьевич преподносит как докириллическое письмо. А потом они поехали в Болгарию и создали уже кириллицу. И оттуда это распространилось? Дальше. Есть вот финские языки, другие это принадлежит уже к группе финно-угорских народов. Это уже не славянская группа народов. Близкие к славянской группе балтийские языки. Потом индо-иранские, ну те же финно-угорские. Есть вот несколько видов в Синанбанкарая. Да. Использовать какую? Или самый лучший вариант, или тот, который ближе. Самый лучший это рай. Саура, саура, раи, раи, сау, сау. Сау, вышний, сау, вышний, вышний, все вышний, сау, сау. Символика славянская. Раз. Символика славянская. Проданная. Символика славянская. Есть такой еще вопрос. По... Ну, символики опосредованное отношение имеют, но все равно нумерологическое значение. То есть, вот как раз два, три, четыре, пять, это касается и углов, это касается и, условно говоря, хвостики. То есть, вот с чем связаны эти... То есть, все священные знаки славян, они многогранны, и они имеют свое числовое, цветовое, звуковое и другое значение. В каждой их части заключены определенные образы, определенное значение, все это есть. Тогда, если не сложно, может быть, по цветам все-таки пройтись, потому что цвет достаточно важный. Вот когда ты его рисуешь, все равно ты используешь, а там где-то красный, где-то синий, где-то зеленый, придавая какой-то этому смысл. Ну да. Солнечный цвет, он ассоциируется со стихией прави. Соответственно, с белбогом надо ассоциировать белый цвет, с чернобогом — черный, или какой-то близкий этому цвет. То есть, это же понятно. Поэтому он и называется белобог, а тот — чернобог. А с числобогом? С числобогом ассоциировался или более темно-оранжевый, или водяной цвет. Что есть в темно-оранжевом? Зелено-синий. Скажи, пожалуйста, скажем так, одежда определенному цвету, да, или оттенка, она может являться как бы обережным, в какой-то мере символом, или нет? Да. А можешь более развернутым пояснить это вопрос? То есть, какие цвета предпочтите, скажем так? Зависит от человека, зависит от его целей. Думаю, что это надо подбирать индивидуально и достаточно глубинно. Это зависит от целей человека, от направленности человека, от особенностей человека, от склонности его к тем или иным способностям или болезням. То есть, соотношение, что ему надо усилить, что ему надо, наоборот, можно цвет не использовать для усиления каких-то качеств и так дальше. То есть, а информация как есть дополнительного образа? Ну, вот в таких общедоступных писаниях пока не видно. А, наверное, так вопрос тоже дальше развивает. Это вот образ по запахам, допустим, да, тоже как есть такие мнения, что определенные запахи, ну, скажем так, в христианской традиции, у запаха флада, да, считаешь, он без возгоняя? Да, благоприятный запах. Все благовония — это благоприятные запахи, в Ведах это предписано использовать. Благоприятный полынь, благоприятный чабрец. Не только и не столько ладан. Да, и теперь можно пользоваться? Даже нужно. В Ведах так и говорится, что каждый священнослужитель должен совершать священное воскурение, то есть зажигание травы священной какой-то, благовонной, передобразами. Очевидно, Хиневич это неправильно перевел и сказал, что ему можно курить табак. Но в Ведах такое предписание не есть. То есть, в принципе, любой человек, да, может, это не... Ну, разумный человек. Если в древности была такая кастовая система, когда по касте ограничивали, например, все это из простолюдином, ему не положено обряды совершать, то сейчас и Раян Правейслав, и Маркиян Сваслав говорили о том, что это должно определяться только по способностям человека. Если человек может совершать, значит, он уже не может быть причислен к простолюдинам, которым это запрещено совершать. Значит, он должен быть причислен хотя бы к тем, кто стремятся к осознанию, то есть хоть стремятся к священнослужительству. Вопрос, который можно... Как вообще чакры влияют, их раскрытие на физиологию человека, то есть на его массу тела, то есть на процентное сношение мышечных тканей и жировых тканей? То есть чакры каким-то образом вообще влияют? Влияют очень сильно. Ну вот так по процентам я тебе не скажу, потому что у меня таких данных нет, и это тоже, скорее всего, чисто индивидуально. Например, от неправильной работы нижней чакры может страдать иммунная система, могут страдать половые органы, другие функции тела. От неправильной работы второй чакры тоже страдают в первую очередь половые органы. От неправильной работы хорловой чакры можно потерять возможность говорить. От неправильной работы лобной чакры можно остаться слепым. То есть это же понятно, что это влияет всем. Нет, это влияет. Я имею в виду на физику тела, в смысле на телосложение влияет ли вообще? Да влияет, конечно же. Просто процентного соотношения от какого раскручивания на какой процент какой чакры, сколько грамм в теле добавляется или сколько убавляется, я не представляю просто, где эти данные браться. Да дело не в цифрах, а в общей концепции. Ну конечно, это есть. В ведах это написано. Общая концепция такая, все чакры должны работать. Если чакры не работают, их надо прочищать. Если они прочищены и не работают, их надо запускать. И так дальше. Влияет ли чрезмерное сдерживание эмоций в человеке либо каких-либо энергий? То есть если он много думает, мало говорит, то есть как-то так больше в себе держит, влияет ли это на его полнение, на полноту? То есть начинает ли он, вот энергии его неизрасходованные, перерабатываться в такую лесную, вообще прослойку? Очевидно, тоже в зависимости от человека. Но если человек не будет наедаться чрезмерно, то у него отряд не появится. А почему будешь питаться? Чакры не помогут. Не, но чакры помочь могут. То есть есть же даже люди, которые питаются современной ядовитой пищей, и тем не менее в свиноматок на 13-м месяце беременности не превращаются. То есть потому что у них, значит, есть или соответствующие механизмы в организме, которые это все перерабатывают, или, значит, они соответственные практики какие-то делают. Кто-то там голодание всякие делают, кто-то еще чего-то. И некоторые просто силой, внутренней своей силой это все переваривают, но так или иначе все равно в этом ничего хорошего нет. То есть, тогда еще не только вопрос. Значит ли то, что правильная работа чакры, если исключить неправильное питание, то правильная работа чакры, она приводит в тело в хорошее состояние? Конечно. То есть если человек мало ест... Ну чакры это что? Чакры это то, что связывает наше тонкое тело и обычное биологическое и физическое тело. Соответственно, тонкое тело это тот чертеж, та голограмма, по которому строится биологическое тело. Если данные о чертеже передаются на строительную площадку неправильно, то оно и неправильно строится. То есть это же все соответственно, это же все понятно. Что? Разное количество, да, их там... Внимательно слушаю. Кто семь, кто девять называют. Почему? Что? Вот я и спрашиваю, что... А, ты говоришь про чакры? Я говорю, ну я понял. Да, чакры у нас испортилось. Ну внимательно слушаю. Нет, я говорю про себя, что у меня очевидно испортилось. Занимаюсь этим вопросом. Ладно. Разная информация, да? Сколько чакр? Так же есть там, кто семь говорит, кто девять, кто еще сколько там. Ну, соответственно, в ведах описывается так, что... Есть как стол, соответственно, энергетический, вокруг которого размещены они как семь в действительности. Но по бокам еще две. То есть получается девять. И получается крест. Крест, мечеобразный крест, знак Аребыча. С другой стороны, у тех, кто имеет дровицкое происхождение, верхняя чакра настолько развита, настолько большая, что это имеет скорее всего форму... То есть это больше похоже не на крест, а на то, что называется как Анг. То есть как египетский крест. У чистокровных серых идет перевернутый крест. То есть у третьей чакры две подчиненные. У разных видов человечества разное строение. У желтых просто столб. У черных просто столб. У богов все будут видны, а какие? Ну, у каждого бога свои. Ну, можно узнать какие? Да их там... Бесконечность целая. Где нужно читать? Велесова. Велесова книга. Другие. Другие тексты. Да даже имена это все показывают. В смысле имена? Имена богов и название деревьев. Часто они имеют что-то общее. Часто это можно определить даже таким путем. Какого она, например? Ну, вот, например, береза, она связанная с богом Бором. Проявление Ра. И богиней Берегиней. И береза, она и есть береза. Вишня. Она связанная со Всевышним, как вышня. Крыжовник. Крыжовник связанная с крышами. С малой зелёной? С мареной, конечно же. И гирь. Все хвойные связаны с мареной. То есть, все вечнозелёные. Ясень. Ясень, связанный со Всевышним, как дождьболом. И с некоторыми другими богами. Граб. Не помню. Дуб, связанный со Всевышним, как правием, и с богом Парума. Да. А также с его сыном Баихраном. Иван. 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 У нас Бафини и Шибовь. Яблони. Тоже Шибовь. И канавы. Иван. Только, в принципе, это так можно тоже тянуть, 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 тянуть. Все эти деревья перечислять. Часть я знаю, часть я не знаю. Знаешь ещё в чём вопрос? Например, бук и дух вроде бы как близкие очень деревья. Но бук растёт на юге, у нас он не растёт. А соответственно, дух растёт везде. Каким образом таким понимать? Эти боги-то они от территории не зависят. А деревья… Но бук – это дерево всех богов. Вот так вот. Вяз. Вяз. Свим. Липа. Липа. Сдиваль. Сдиваль. Вяз. 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 Тоже самое. А уния. Наверное, водоросли какие-то. Сварок. Сварок. Это Всевышняя Эра. То есть у него там много сил в принципе. Тогда ей в Раките. Вяз. 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 Я знаю только те деревья, которые мне встречались, которые для чего-то надо было. То есть так я специально этой темой не занимался. Она меня не очень интересовала. Вяз. 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 в районе где-то девятнадцатого августа, это в районе именно девятнадцатого августа, но это не обязательно девятнадцатого августа, это тоже астрологически определяется. Ну один из таких важный, хотя есть еще другие дни перуна, в календаре там описано, сейчас могу найти дни перуна. Предположим, я строю дом и хочу его защитить, ну не важно как, то есть там, с помощью славянских символов. Для этого достаточно просто пройтись и посмотреть, как в моей округе наличники были лежат, или все-таки пытаться применить какие-то символы славянские по традиции. Да, надо взять физические описания, вплоть до того, что это зависит от кастовой принадлежности, одни знаки для священнослужителя, другие знаки для торговца, третьи знаки для воина, и соответственно выбрать знаки, которые связывают или с тем проявлением Ра, или с тем Богом, с которым мы хотим связаться, и использовать это. Как должна применяться эта символика? Вот, как бы правильный вопрос задать. То есть она в древности вырезалась над окнами, над дверями, на потолках вырезалась, вдоль стен вырезалась, на стены наносилась. То есть она должна быть видна тебе в основном? То есть она должна быть сокрыта, или все-таки она дала... Часть символики вырезалась так, чтобы была только снутри, часть вырезалась так, чтобы была видна снаружи. Т.е. То есть, например, даже часто на домах с внешней стороны размещали круч возле двери, а с внутренней стороны свастя. Я так думаю, что, может быть, в ближайшее время будет готова... Ну, еще такой даты нет, но, возможно, к следующей осени будет готова небольшая брошюра как раз по этой цели. И такой тоже вопрос. Ну, вот есть слова, пусть они там неизвестно звучат, напоминайте имя Бога в суе, да, то есть не поминай его часто, не зови его часто на помощь, а зови только по делу. Это касается каким-то образом и символов с ними связанных. То есть нельзя же по делу и не в дело, так сказать, везде лято-символы там, и считать, что они будут работать... С одной стороны так, с другой стороны не совсем так. Каких-то Богов, к которым нам не надо направляться, в действительности так, но если мы выбрали как цель направление к Рам, то мы должны полностью себя окружить знаками Рам для того, чтобы все время свое сознание все больше и больше нацеливать на Него, чтобы в нашем сознании было побольше данных о Нем и так дальше. Поэтому то, что у христиан там и у других говорится, что нельзя упоминать имя Всевышнего, то в ведах говорится, что наоборот, чем больше, тем лучше. Плохо, человек там просит, хочет попросить, чтобы Всевышний ему помог, пусть человек упоминает имя Всевышнего. Хорошо человеку, человек хочет поблагодарить Всевышнего, пусть упоминает имя Всевышнего. Это такой вот ведический подход. Хотя в той же Вересовой книге сказано, что не совсем хорошее дело о чем-то Всевышнего или Богов просить. Но если мы уже просим, то лучше напрямую Всевышнего. То есть информация такая, что нам дается энергия определенная, определенная доля энергии. И если мы что-то просим Бога нам дать, то он сверх того, что нам уже дано, как бы он нам не даст. Он может лишь взять как бы перелив из одного сосуда в другой и все, будет энергией. Например, у нас там много здоровья, но нет знаний. Или наоборот, или еще что-то такое. Есть знания о едином поле блага Вселенной. То есть во Вселенной есть единое поле блага. И каждому из нас причитается своя небольшая доля этого блага. Соответственно, эта доля делится уже на все то благо, которое мы получаем. И больше этого блага мы не получим. Вот мы его получим так, так или сяк, это зависит от нас. Или от Богов, как это мы решим, как это мы с ними договоримся. То есть выходит, что, к большому счету, человек не должен просить Бога ни о чем. Потому что он в состоянии сам перелить из этого сосуда в другое. И прося о чем-то Бога, он становится его по сути рабом. Человек развивает. Он не должен просить Бога ни о чем. Человек развивает с Богом кармические связи, которые потом могут проявиться в том, что человек воплотится или одним из слуг этого Бога, или даже одной из искр дживатм, составляющих тело этого Бога, если он его сильно уже там запросил. Вопрос можно? Да. Да. Разница большая слуги и дети. Вот мы кто, слуги или дети Богов? Если качественно разобраться, то и так, и так. Потому что праведный сын, он старается служить своим родителям, старается исполнять их на волю, старается делать все, что они скажут, помогать им и так дальше. То есть как добровольное служение. Ведь в Ведах описывается такое понятие, как невольничество, или то, что сейчас известно, как рабство, когда насильно заставляли что-то делать, и как добровольное услужение. Когда живое существо, в данном случае человек, добровольно хочет какие-то действия совершать в честь кого-то из высших предков или в данном случае Богов. Хорошо. И тогда второй вопрос. Ну вот он такой действительно очень прикладной. То есть если сын или дочь просят у папы, ну естественно не в этом вопросно, да, а какой-то навык или получить еще чего-то, то разве вот отец, если он с любовью относится к сыну или к дочери, не даст возможность познать этот народ. Или он будет говорить, тебе все уже дано, и я тебе не дам. Ну вот, может, глупый какой-то вопрос. Ну вот, как могу так сказать? Опять же, Боги есть, которые в действительности наши родичи, а есть Боги, которые не являются нашими прямыми родичами. Чего они нам что-то должны давать? Ну, а кто наши прямые родичи? Тогда, естественно, просишь у прямых родичей. Ну хорошо, но с другой стороны, они это думают со своей точки зрения. И они думают, а этот навык не нужен сейчас. Может, надо другой навык? Тогда вопрос свободы воли души воплощенной здесь. Так свобода в доме заключается, что живое существо просит, Боги дают. А там, как это уже повернется дальше, это зависит только от человека. Я полностью благодарен Всевышнему за все, что Он мне давал. И если была возможность там что-то сходить в прошлое и что-то изменить, ни в коем случае. Так как я точно знаю, что Всевышний все делает именно так, чтобы оно в конце концов повернулось для лучшего духовного развития. И это так и написано в Ведах, и я полностью с этим согласен. Ну где же интерес к священным символам, славянам? Да. Расскажи, пожалуйста, как для детей. Каким образом точно для детей священные символы изготавливаются? Или священнослужитель, или родитель. То есть, опять же, по ребенку для нас как выбирается? Каким образом? Или выбирается один из общеподходящих священных символов? Или конкретно по астрологии для данного человека? Возможно ли зарядить своей энергией символ уже изготовленный? Возможно. Да. То есть, например, человек же не может все умыть, и он не может изготавливать изделия из металла. Да. Вот. И если мастер, который изготовил изделия из металла… То есть… Просто дело в том, что с изделиями из металла есть такой интересный нюанс, что когда металл раскаленный застывает, он тогда уже навсегда принимает определенную кристаллическую форму. И ту форму, которую он уже принял, никак уже не вытравить. Это только его расплавить. То, что все на него сверху его светить, 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 или наоборот пачкать, пачкать, пачкать – это все сверху. Это можно сверху наложить, но это также легко снять. А то, что уже вложено в его кристаллическую структуру, это только расплавлением можно убрать. То есть, как тогда быть? Самому плавить. Или самому плавить. Или использовать те, которые изготавливают священнослужители. Или качественно постараться осветить какой-то знак, зная, что по крайней мере туда не вложили никакой дряни. – Через священную, то есть, когда богов, ну, пускай ему свои слова говорить, то есть, когда кормишь богов, а огни, то есть, требу приносишь, то есть, просто поосветить себе богу. – Ну, можно. – Если они решат изменить кристаллическую структуру, если они это изменят – хорошо. – То есть, я не против. Если кто-то так может сделать, то чего в этом плохого? Нет в этом ничего плохого. Ну, это практически недостижимо для большинства людей. – Ну, если считать, что все мы головные, обезьянные, что все мы слуги, а не дети, мы должны все закопать, чтобы мы смогли. – Да нет. – Да нет. – Зачем? – Ну, это просто как предательное время, если где-то обосновать. – Да нет. Я думал, что мы уже живозакопаны вечером, а тут опять. Ну, как-то уже неинтересно звучит. – Спасибо. – Ну, вот задаю вопрос по символам. Какие-то где можно найти, какие-то где можно где-то просчитать. Может быть, просто не могу, например, понять, какие знания можно ждать по символам. – А какие нужны? – Какие нужны? – Ну, вот, например, основа изложена в этой брошюре. Здесь описаны основные священные знания. Самые-самые основные, которые нужны, которые используемы, которые сейчас изготавливаются, которые подходят практически всем. Одному человеку в действительности подходит более один вариант, другому чуть больше другой вариант. Но, в принципе, они, по крайней мере, никому не принесут вред. Те знания, которые здесь описаны. – Еще один вопрос, у меня все равно, по поводу ношения образов на себе богов. А вырезание образов богов из дерева – это не является как-то загрязнением образа, потому что образ может, ну, как-то пыль на него может попасть. Ну, вот такие еще, например, может быть, конечно… – Да нет, вредок такого не сказано. – А ношение образов на себе, то есть это вот не ему неприятно, потому что человек, он совершенно грязный. – Ну, если там еще есть серебра сделанное, какой-то знак, ну, или там, как лик бога, и на шее, вот. Ну, а если есть дерево, то как-то не очень благоприятно. К тому же они должны как-то в спокойствии, в уюте, на домашнем алтаре, в красном углу. – Перу, например, не любит уют, в действии, в уюте сидит. – Не знаю, не кажется. – Как, в чем? – Он это сказал? – Таскать его, таскать бога на себе, мне кажется, тоже, это христиане любят. – Почему? Если ты стремишься… – Нет, ну, христиане вообще любят таскать не бога на себе, а труп. – Ну да, но они же иконки еще таскают, не друг другу. – А, ну да, да, извини вас. Но больше всего они любят трупы таскать на себе. – Мы знаем. – Правда. – Ну, а тогда сильно бога это тоже бога на себе таскаешь, получается? – Да не совсем. – Не знаю, я вот… – А что говорим-то про образ, про символ, про кумир. – Символ, образ бога, да. – Так, если символ вешаем, или кумир мы вешаем себе нашим, что вешаем-то? Про что вопрос? Кумир или символ мы вешаем? – Символы веды приписывают вешать, знаки богов. – Деревянные символы, потом ничего не страшно с ними. – Деревянные, металлические там, каменные, а образы богов там, ну это как-то… – Перебор, да, тоже перебор. – Спасибо. – Вот они стоят тут, хорошо прямо. – Прямо вот, самое место, надо себе носить, мне кажется, как даже аналитический… – Спасибо. – Спасибо.